книга открытым оком том 1 вопрос 186 тема смерть иван грозный тоже принял схему какому лику он причислен отвечает игнатий тихонович лапкин это знает только бог и все откроется на страшном суде но сама суета предсмертная в кавычках отречения в кавычках пострижения два слова в кавычках до ужаса смешны и в этом нет ничего евангельского божественного честного это напоминает преступника захваченного при ограблении убитого им который увидев подходящих к нему слуг царя и суетливо пытается быстро переодеться в царскую арежду это идет игра неприятная и унизительная попытка обмануть бога еще раз жили грешно и умирают смешно на этом фоне мирная кончина слуг божиих даже не ставится рядом что значит схема это полное абсолютное отречение от мира о каком отречении говорит когда смерть уже провела свою черту когда уже настали минуты отхода по языческих вождей у фараонов была уверенность что за гробом ему потребуются слуги жены кони сокровища поэтому все это отправлялась вместе с ним а так как туда можно отправить только душу а душа должна предварительно расстаться с телом то начиналась дворцовая рубка резали жен слуг коней что делают христиане они верят что в чем бог застанет происходя из этой жизни в том и будет судить и языческое мировоззрение под христианским соусом приходит при расставании жизни с жизни то царство за которое цеплялся царь иван ради сохранения или единства которого он рубил травил копил жжок топил жжок отравлял это царство уже от него отошло ему нужно получить и так этого хочется царство и там и совершается православная в кавычках реинкарнация на пороге смерти о чем так сильно заботился адольф гитлер чтобы и в потустороннем мире быть верхних шрастрах по даниилу андрееву все эти схемы на пороге смерти кому нужны еще кроме как обольщенному сознанию умирающего а ему нужно было бы дать доброе распоряжение выпустить узников на свободу и спросить у всех прощения понятно желание умирающего чтобы его любили о нем скорбили и плакали как о первомученике стефани о легкой серни то вифе и рад знал ненависть подчиненных к себе и как его люто презирают подданные и уже лежа на смертном одре одре как сталин затеявший дело врачей он приказывает арестовать всю тогдашнюю думу генералитет академию наук всех министров и всех казнить в тот же час когда его в кавычках святая душа покинет покинет это в кавычках благоуханное покинет его в кавычках благоуханное тело у каждого из арестованных большая родня друзья и при таком аутодафе вся страна будет рыдать о погибших невинно и это будет как бы плач о нем что-то подобное совершается и у православных с этими скоропалительными пострижениями стремительным восхождением скобках нисхождением отречения пострижения и возведения по монашеским ступеням а если бы были придуманы еще какие-то звания то сумели бы в течение одной минуты проскочить и все их вот что значит не иметь любви к слову божию русские в кавычках патриоты сейчас бьются за канонизацию ивана грозного и советуют молиться ему при всех судебных тяжбах ибо он за правду за обиженных и обездоленных обездоленных обездоленных